друзья всем огромнейший привет всем огромнейший привет из нью-йорка добро пожаловать на мой канал меня зовут ольга и сегодня у нас домашнее видео как видите я дома в домашней одежде и сегодня в этом видео хочу поделиться своими впечатлениями о нашем путешествие нашем путешествие в мексику и также в этом видео хочу показать что интересного мы купили и дать несколько на мой взгляд полезных советов для людей которые собираются ехать в эту страну в первый раз у нас так заведено друзья что каждую январь или февраль каждый год мы куда-то летаем на три-четыре дня отдохнуть с медиа и сменить обстановку отдохнуть от работы и до этого мы летали в майами или доминикану и в этот раз мы решили слетать в мексику новая страна для нас мы ни разу оба мы ни разу не были в этой стране ну что какие же первые впечатления ну во первых что очень понравилось то что несмотря на то что это был конец января погода просто великолепная каждый день одна и та же температура дождя абсолютно не было то есть вот настоящее лето мы когда летали в майами тоже вот по моему мы в конце января летали было довольно таки прохладно то есть чувствуется чувствуется что это зима вечерами холодно в океане было холодно купаться точно также и в доминикане мы были по моему год назад доминикане феврале тоже точно также чувствовалось что это зима что что вам хочу сказать насчет мексики друзья реально вы за три часа лет от нью-йорка три с половиной вы попадаете в лето в жаркое знойное лето что еще очень понравилось это вода вода теплая как парное молоко и еще очень удивило понравилось цвет воды вы знаете не в майами не в доминикане я такого цвета воды не видела вода просто лазурная наслаждалась просто вот этим цветом воды понимаете лазурная вода настолько приятная я вот такую вот необычную воду видела только в таиланде вот в таиланде тоже такая но она не такая лазурная она больше как-то прозрачно-желтая но тоже такая необычная вода не сравнить вот-вот ни с какой страной эту воду ну что давайте покажу вам что мы купили и так конечно же как видите мы коллекционируем магнитики вот такой вот магнитик купили себе в коллекцию вот такой вот 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 бутылку с мексиканским песочком и ракушками посмотрите какой классный сувенир из мексики написано канкун мексика вот такой вот купили еще магнитик мы были в аквариуме написано аквариум мексика канкун тоже смотрите там песочек ну конечно же куда бы я не летала я очень люблю привозить себе новый парфюм вот купила себе антонио бандерас девчонки очень рекомендую этот пар парфюм был он на распродаже он не обошелся 30 долларов запах но я просто влюбилась в этот запах как я называю этот запах свежие свежемыльные вот так я называю эти запахи очень такой знаете повседневный парфюм даже я пошла на работу 1 1 день набрызгала с этим парфюмом я даже кто-то спросил какое название твоего парфюма кому-то понравился значит хороший хороший знак что парфюм хороший и купила себе вот такой вот крем клиник он на 10 долларов там дешевле я очень люблю клиник особенно а зимой для сухой кожи он просто идеальный но еще в этом видео хочу похвастаться вам какие сувенирчики мы купили для наших победителей мы на нашем канале проводили конкурс кто угадает куда мы летим ребята наши подписчики с канала симона т.в. победили действительно угадали и посмотрите что мы для них купили эти сувенирчики будут отправлены по почте нашим подписчикам вот такую вот кепку купили написано канкун мексико как-то все у нас получилось оранжевая вот такой вот кошелечек получают наши подписчики тоже написано канкун мексико и вот такой вот магнитик мексико и так ребятки как я и говорю на говорила в начале видео я хочу дать некоторые советы для людей которые собираются в мексику первый раз может быть кому-то они и пригодятся чтобы вы не сделать не сделали те ошибки которые сделали мы и так ребята первое что хочу сказать и предупредить вас когда проходите таможенный контроль паспортный контроль не таможенный контроль от паспортный контроль когда вы въезжаете в страну вам дадут иммиграционный талон он такой к сожалению он мне не сохранился я не могу вам его показать называется он иммиграционный талон и amig victimedy и этот нет это не тот талон который вы заполняете в самолете этот вы вы отдаете сразу тот тот талон который заполняете в самолете это тот талон который вам еще один дают на паспортном контроле и вы забираете его собой мы как-то его взяли с собой слава богу что мы его не выбросили мы даже не обратили как-то внимание слава богу что он остался у нас где-то там чемодане и когда мы уже вылетали из страны нас попросили этот талон я сначала даже не поняла о чем они говорят я не знаю почему в мексике вот так я не помню чтобы куда бы мы не летали я не помню чтобы у нас какие-то талончики бумаги требовали при вылете то есть вы показываете паспорт и вы выезжаете да то есть будьте осторожны вот этот талончик которые вам дадут при въезде обязательно сохраняйте нам пришлось мы стояли на этом паспортном контроле когда уже уезжали и нам пришлось открывать весь чемодан то есть все это открывать и искать этот талон слава богу что мы нашли вот это первый совет который я хочу вам дать второе что я хочу посоветовать ребята берите с собой мелкие деньги мы большую большую ошибку сделали что мы взяли крупные купюры то есть очень трудно почему-то в мексике разменять деньги вы меняете на песус и у нас последний день была такая ситуация что нам нужно было просто разменять 100 долларов чтобы заплатить там 25 долларов за такси реально вам нигде деньги не меняют или была такая ситуация что хочется ставить там несколько долларов там допустим за за уборку или официант у нас нет мелких денег то есть обязательно берите с собой мелкие деньги по пятерке по десятке вам намного так будет удобней ну что еще хочу вам сказать конечно же в мексике нужен английский вы знаете я была в таиланде в таиланде почти все все тайцы по туристических района говорят по-русски здесь ребята вам нужен вам нужен будет английский хотя бы basic хотя бы начальник английский вам или испанский кто кто знает испанский даже лучше или делайте приложение в своем телефоне переводчика тоже сейчас это очень удобно использовать переводчик в своем телефоне ну конечно же друзья берите с собой хорошее настроение берите с собой любимых людей друзей детей которые будут с вами конечно разделять вот это вот это наслаждение это конечно ребята рай рай на земле тем кто собирается туда лететь наслаждайтесь эта страна советую просто очень советую ребята не пожалеете как я уже сказала нам абсолютно все понравилось но не было вот ни единого чего-то чтобы зацепиться чтобы вот сейчас вам знаете по повозмущаться то есть удивительная страна абсолютно как спокойно себя чувствуешь не не какой там опасности вот как мы летали в доминикану знаете чувствуется все-таки выезжаешь за пределы игры за пределы гостиницы чувствуется вот немножко так опасно там знаете не здесь абсолютно все тихо спокойно вы чувствуешь себя как-то в безопасности ну что друзья вот такой сегодня видео спасибо кто кто был со мной кто послушал меня пишите свои комментарии ставьте пальчики вверх ну и конечно же кто не подписался на наш канал подписывайтесь все пока пока до следующих встреч